Добрый день, меня зовут Арзун. Как вы знаете, с 19 июля в Англии начинается последний этап ослабления карантина. Это означает, что одевание масок не будет больше обязательным перед законом. Не будет ограничений на количество людей, которые могут собираться, и десцентинирование не будет больше обязательным. Исключением будут такие места, как больницы, паспортный контроль и так далее. Несмотря на то, что мы все восприняли это как замечательные новости, мы должны понять, что ковид все еще в нашей жизни. Мы знаем, что увеличиваются случаи заражения. И хотя количество госпитализированных не слишком велико, но оно тоже становится все больше. Мы также знаем, что с облегчением карантина увеличиваются как риск заражения вирусом, так и его передача другим. Вот почему. Хотя мы и приветствуем ослабление ограничений, мы все возвращаемся к нормальной жизни с гражданской ответственностью. Маски и дистанция может быть и необязательны, но мы знаем, что они могут нас защитить. Мы знаем, что это меры эффективны в сокращении передачи вируса и рекомендуем, чтобы вы продолжали одевать маски в магазинах, общественном транспорте и других местах скопления народа. Warwickshire County Council будет требовать, чтобы вы одевали маски по входу в наше здание. Эти меры не только защитят вас, но также сократят риск для ваших окружающих, включая обеспокоенных и уязвимых. И, пожалуйста, помните, что если вы чем-то обеспокоены, то вы можете обращаться за поддержкой и советом к нашей горячей линии, а также веб-страничке EveryMindMatters. Важным фактором этого периода является вакцинация. Она не только уменьшает шансы вашего заражения, но и уменьшает серьезность поражения вашего организма, если вы все-таки заболели. Все люди старше 18 лет могут вакцинироваться. Если вы все еще этого не сделали, мы настаиваем, чтобы вы подключились к этому процессу через страничку www.nhs.uk или же нашли местный центр вакцинации. Чем больше людей получат обе тозы вакцины, тем лучше мы все будем защищены. Регулярное тестирование людей без симптомов дважды в неделю и информирование властей в случае положительного результата. И, пожалуйста, продолжайте регулярно мыть руки и использовать антибактериальные средства. Мы все знаем, что COVID-19 будет частью нашей жизни еще некоторое время, но с опытом последних месяцев, регулярным тестированием и вакцинацией мы можем ограничить его распространение и научиться жить с ним безопасно и мудро. Только сотрудничая, все вместе, мы можем улучшить ситуацию. Так что продолжайте поддерживать друг друга и будьте здоровы. Спасибо. Это видео было подготовлено Волик Шерканте Канцел Компанией Let's do the right thing. Спасибо.